Добрый день, уважаемые коллеги! Видите меня хорошо? Здравствуйте. Мы сегодня начнём новый этап освоения Ямала, по сути, новый этап освоения новопортовского месторождения. Это знаковое большое событие, имею в виду, что и проект, один из самых капиталоёмких в нефтегазовой отрасли России, за последние три года 186 миллиардов было направлено на реализацию этого проекта. Применены новейшие технические решения, высокотехнологичные решения, связанные с работой в таких очень суровых условиях на полуострове Ямал, в самой северной его точке. Впервые нефть будет отгружаться не по трубопроводам, а морем. Пожалуйста, уважаемые коллеги, я передаю вам слово. Уважаемый Владимир Владимирович, сегодня мы начинаем эксплуатацию уникального арктического терминала «Круглоглогичные отгрузки нефтеворота Арктики». Терминал находится в 700 километрах от существующей трубопроводной инфраструктуры. С новопортовским месторождением терминал соединяет нефтепровод длиной более 100 километров, и проектная мощность терминала составляет до 8,5 миллионов тонн. Терминал позволяет осуществлять отгрузку нефти в экстремальных природно-климатических условиях. Это температура до минус 50 градусов Цельсия, скорость ветра до 40 метров в секунду и толщина льда в Обской губе до 2,5 метров. Терминал является морским, с берегом его соединяет морской нефтепровод. Терминал является терминалом башенного типа. Высота крана над уровнем воды составляет 61 метр, и 78 метров – это длина поворотного стола. Терминал соответствует полностью самым высоким требованиям промышленной безопасности и охраны окружающей среды. На терминале применена так называемая технология нулевого сброса. Это значит, что ни при каких условиях вредные загрязняющие вещества не попадут в экваторию Обской губы. Терминал полностью автоматизирован и управляется с берега. Аналогов таких терминалов в мире нет. Нет таких промышленных объектов с такими характеристиками за полярным кругом. И без сомнения, с вводом терминала Россия делает серьезный шаг к дальнейшему освоению богатейших углеводородных ресурсов Крайнего Севера и развитию Северного морского пути. Для доклада по вопросам обустройства новопортовского месторождения я предоставляю слово генеральному директору компании «Газпромнефть» Александру Валерьевичу Дюкову. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Новопортовское месторождение было открыто более 50 лет назад и стало первым месторождением углеводородов, открытых на полуострове Ямал. Долгое время отсутствие технологий по разработке столь сложных месторождений, как новопортовское, отсутствие возможности вывоза транспортировки нефти с данного месторождения не позволяли приступить к его освоению. Применение нами новых современных технологий 21 века позволило начать разработку этого месторождения. Если говорить о качестве нефти, новый порт, то этот сорт характеризуется высоким качеством, относится к легким нефтям с низким содержанием серы, что дает ему дополнительные конкурентные преимущества на мировых рынках нефти. Эта нефть более качественная, чем нефть марки «Бренд» и торгуется с премией к нефти марки «Бренд». Уважаемый Владимир Владимирович, мы продолжаем строительство высокотехнологичных горизонтальных скважин на месторождении, мы расширяем и развиваем наземную инфраструктуру, ведется строительство мощной электростанции. На Выборгских судовей верфи мы приступили к строительству новых современных мощных ледоколов, которые будут работать на этом проекте. Уважаемый Владимир Владимирович, как Вы сказали, на данный момент данный проект инвестировал уже 186 миллиардов рублей, но за время эксплуатации данного проекта налоговые поступления, бюджеты всех уровней превысят полутора триллиона рублей. Владимир Владимирович, данный терминал, все системы терминала готовы к работе. Прошу Вас дать команду на первую отгрузку нефти с Новопортовского месторождения через терминал «Ворота Арктики». Содержание нефти здесь сколько? 0,1%? Сера низкая, да, 0,1%. То есть это относится к категории лёгких нефтей, да? Да, это лёгкая нефть, которая по качеству превосходит нефть марки Brent и, соответственно, продаётся и торгуется с премией к нефти марки Brent. Я хочу поздравить Вас, поблагодарить и руководство компании «Газпром», «Газпромнефть», инженеров, рабочих, которые принимали участие в реализации этого проекта, и хочу Вам пожелать успехов. Начинайте отгрузку. Все системы работают в штатном режиме. Нефть начала поступать на танкер с расходом 1200 кубометров в час. Уважаемый Владимир Владимирович, первая отгрузка нефти через терминал «Ворота Арктики» успешно началась. Ну что ж, это очень хороший шаг вперёд. Ещё раз поздравляю и желаю Вам всем успехов. Спасибо большое. Спасибо.